Паралельщикам понравилась игра, изобилие моментов, голов, интересных моментов. Она иногда мне напоминала игру в большой теннис, когда один игрок перебрасывает мяч на другую сторону. И вот тут промахнется ли или нет. Несколько раз мы промахнулись и получили контратаки, и от этого залетели мячи. А в целом, если так, в общем, понятно, что сейчас какие-то выводы делать очень сложно. Надо посмотреть матч. Были опущены ошибки, поэтому было пропущено сток мячей. Но сказал своим игрокам, что лучше играть в такой футбол и проиграть, когда ты играешь достойно, когда ты продолжаешь атаковать, когда ты продолжаешь гнуть свою линию. Но да, к сожалению, пропускаешь. В премьер-лиге мало что прощается, но играть от обороны и строить какую-то плотную игру около своей штрафной площади, это тоже, наверное, не тот случай, который бы понравился и болельщику, и нам, тренерам, и самим футболистам. Поэтому да, так сложилось, так случилось. Несколько авантюрно, может быть, а в отдельных эпизодах. Но зато в атаке, я считаю, что мы играли довольно-таки хорошо. Если бы в момент, когда мы мяч забили, когда били поворотом два раза, мяч пополнив в штангу, а в перекладе, но особенно вот в этот судьбоносный момент, это уже второй тайм. Это не в первом тайме, так как был у Локомотива, когда исправить ошибку все-таки легче, да? А тут уже шла вторая половина второго тайма, и тут мы могли, конечно, вот этот вот мяч забив, могли бы и победить, на мой взгляд. Добрый вечер, Дмитрий Владимирович. Ну, мы сегодня сыграли Косяков Александр, сетевое издание «Мириспорт». Мы сегодня сыграли первую игру в «Премьер-регии» с командой, которая заняла в прошлом году четвертое место. Вот, вспоминая прошлый год, командир играл с рубином, и Рашид Рахин сказал, что команда должна привыкать к новым условиям, к новым скоростям, чтобы победить на сегодняшний день, что может команде, чтобы привыкать. Ну, прежде всего, надо доукомплектоваться, это самый главный момент. Второе, да, я абсолютно согласен с коллегой, то, что уровень скоростей и мощностей в том числе, он немножко иной. Мы как раз-таки сегодня, если не по скорости, то по уровню мощности, мы в некоторых эпизодах проигрывали, потому что нас продавливали, особенно при ситуациях, когда надо было подбирать второй мяч. Вот это очень важно. Сколько раз мы делали длинные выходы от вратаря, и сколько раз отбил соперник, мы могли быть в этой ситуации успешными, и нам не хватило мощностей. Почему? Потому что, на мой взгляд, все-таки разный уровень подготовленности сегодня футболистов, так как у нас на сегодняшний день некоторые футболисты только-только прибывают, они не могут находиться в одинаковом состоянии, нам нужно время. Это не решается за какие-то дни, недели, нужны хотя бы несколько месяцев для того, чтобы понять их уровень в целом, да, то есть и попробовать исправить те нюансы, и те проблемы, которые связаны с их организмом, то есть с их способностью, их организмом. А что касается тактических, технических моментов, то здесь я не могу быть недовольным. Почему? Потому что они достаточно хорошо выполняли то, что мы с ними обсуждали. Единственное, нам не хватило, да, его целостности и точности во время атакующей фазы для оборота. То есть мы неправильно выстраивали иногда конструкцию, да, то есть, которая бы позволила нам в момент потери мяча быть немножко успешней в контр-игре соперника. Вот здесь мы, надеюсь, должны еще доработать, и я надеюсь, что мы эту ошибку не исправим. Еще второй вопрос у меня. Вот кому показалось, что хорошее движение, самоотдачу, желание, но все-таки не было этого прагматизма, который нужен был бы все-таки, чтобы задержать атаки локоматики. Вы считаете, что желание все-таки собирало немножко этот негатив? Я с вами, как со специалистом, не могу не согласиться с одной стороны, но, а с другой стороны, вот этот прагматизм, он иногда и мешает развитию футболиста. И если мы говорим о том, что команда только идет в пример дивизион и строить игру относительно того, чтобы она потеряла свое лицо впоследствии, какая разница в какой лиге ты играешь? Важно просто научиться играть хорошо в тот футбол, в который ты играл и в той лиге, в которой был. Понятно, что это от многих факторов зависит, в том числе от игроков, от исполнителей и так далее. Но мы, еще раз повторюсь, лучше так проиграть, нежели сидеть целую игру в обороне, выбегать в какие-то редкие контратаки и получить все-таки какой-нибудь один мяч и один ноль проиграть. Так, слушайте, ну по мне. Это мое мнение, я могу ошибаться. Роман Романов. Новый, естественно, у нас информация про спортивный футбол. Горбик Дорькович, спасибо вам, благодарю за такой сменой для дебютанта премьер-либия на дебют, на начале. Первые 20 минут выглядели совершенно солидно, больше контролирую мяч. Что произошло в начале третьей десятиминутки? После какого-то дебютанта, казалось, команда плыла, посыпались в локомотив один момент за другим. И, собственно говоря, гол, второй, второй гол, уже после обмененного гола, немножко в себя пришли, сравнивая, что случилось? Ну, опять-таки, ошибки были связаны с тем, что мы, вы правильно абсолютно заметили, хорошо контролировали мяч, но вот именно не выдерживали в нужный момент конструкцию для того, чтобы быть более успешными и сдерживать контратаки соперника в обороне. Да, и надо признать, что есть футболист Пеняев, который, на мой взгляд, самый быстрый футболист в нашей стране, которому нельзя давать вообще каких-либо пространств. Ведь в футболе выигрывает кто? Тот, кто готов, как тот, кто быстрее в первые пять метров. Вот это самое важное, это уровень мощности, высокой мощности, человек просто срывается с места, но это природа, это большое дело для футбола. И вот мы к этому оказались не готовы, это индивидуальные моменты, которые, ну, как бы, знаете, они перевесили сегодня. Поэтому я считаю, что вот этого нам не хватило, просто немножко, может быть, концентрации какой-то, да, внимания. Потому что, когда вы контролируете хорошо мяч, команда, то, естественно, возникает некое такое искушение, мы хотим еще больше. Вот футболисты хотели сегодня еще большего. И надо было где-то в какой-то момент мы об этом говорили, кричали со скамейки, чтобы будьте повнимательнее, выдерживайте конструкцию, чтобы вдруг были готовы к потере мяча. Ведь это самый главный момент в игре, когда ты теряешь мяч, надо быть к этому готовым. Вот здесь мы оказались не готовыми. Но будем над этим работать, естественно. Во втором тайме, странно, как оказалось, замена, у него замена, которую команда сам уже активно сняли. Алтематик Пеняева, с того же говоря, присняли, как все говорили, Попаева и Нарушева. Почему именно есть? Что касается Саида, он сам попросил замену, потому что какие-то моменты на сборах он пропускал. Отдельно взятые тренировочные сессии, которые не давали ему возможность тренироваться в полную, и он пропустил несколько дней. Это ему не позволило быть сегодня больше 60 минут на поле. Что касается Салтмурата, ну, это такой же футболист примерно, как и Пеняев с точки зрения качеств физических. То есть это мощный, взрывной, быстрый. И такие футболисты, надо беречь их мышцы. И не всегда есть возможность держать таких игроков 90 и более минут, как сегодня требует этого ситуации. Поэтому хотели просто освежить игру, хотели ее сделать немножко еще стремительней. Но, в принципе, у нас и после этого стали появляться моменты. Ведь перекладина, штанга и много еще моментов было после этих замен. То есть ребята, которые вышли, причем один из них вообще пацаненок. Ему только вот несколько дней назад мы его поздравляли с 17-летием. То есть это тоже наша гордость, это тоже то, что мы подчеркиваем в своей работе. Вот как раз допередили мой последний вопрос. Как раз хотелось бы узнать поподробнее вот этой самородке. Я надеюсь, что он сам начнет себя представлять со временем. Пока ему надо очень-очень много работать над собой, становиться лучше, сильнее. Да, случился дебют и у Грибова в том числе, также 18-летнего мальчишки. То есть мы надеемся на этих парней и в будущем. Но им надо очень много работать. А то, что касается Дмитриева и Грибова, надеюсь, что они сами о себе заявят без моей помощи. Пожалуйста, я хочу вам объяснить. Хотел бы поблагодарить вас за игру. Я уверена, команда смотрелся за долгие десятилетия футболя. Я вижу, что депутат, премьер Дыгин, играет в соответствующую группу страны в атаку. При счете, ничей там за несколько минут до конца матча. Хотелось бы понять, вы и дальше собираетесь играть в атаку исключительно? Или все-таки какие-то будут тактические нюансы, когда больше будете думать об обороне там, если вы вблизи там, чем об атаке? Ну, во-первых, вам большое спасибо, что вы это подметили. Я думаю, сейчас пока на этот вопрос однозначно ответить сложно, но в нашей крови должен быть риск. Риск тогда обусловленный, тогда он может быть реализован, когда ты атакуешь. Поэтому я хочу, чтобы футболисты были способны и свободны от меня, как от тренера-прагматика, который строит игру, лишь бы не проиграть. Не хочу, нету это и в моем характере, я надеюсь, и надеюсь, что в будущем это поможет футболистам развиваться. Если не поможет, значит, что-то будет другое. Но во всяком случае, в этой ситуации я очень надеюсь и очень рассчитываю, что футболисты примут это и будут двигаться так же, как они двигались с точки зрения направления и выбора игры самой, как таковой, относительно своих сильных сторон. Потому что, когда у тебя есть столько игроков атакующего плана, строить игру надо относительно их характерных черт. Ну, они такие, они хотят атаковать. Ну, почему я должен их закрывать? Ну, это, наверное, неправильно будет с моей стороны. Спасибо большое. Спасибо вам, и всем коллегам присоединяться ко мне. Пожелаю твоей удачи в следующей ночи. Спасибо огромное. После матча, конечно, мы подыграли, и строить было, конечно, хорошо. Но вот были ли какие-то ухажения у вас на флеш-интервью в этот момент? Он заходил, и всем руководителям и, в частности, владельцам клуба огромное спасибо за то, что они развивают футбол в России. Я не просто говорю даже о самом Тольятти, а потому что это тот футбольный клуб, который развивает футболистов для России в первую очередь. И показывает хороший, интересный футбол. Для нас это очень важно, и за это огромное спасибо всем тем людям, которые к этому причастны. Поэтому я не могу сказать, что он сказал в раздевалку. А что касается вообще в целом, мы не можем быть довольны, потому что команда проиграла. Сегодня воодушевляться тем, что команда проиграла, никак нельзя. Воодушевляться игрой тоже можно какими-то отдельными эпизодами, но ни в коем случае в конце не сказать, что мы довольны игрой. Нет, мы не довольны игрой, потому что были ошибки. Но есть над чем работать. Всем большое спасибо. Спасибо.